ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты. Porsche Boxster S 2009 модельного года. Можно ли назвать новым автомобилем плод очень глубокой модернизации? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наше знакомство с Porsche Boxster S 2009 началось с решения одной непростой задачи на пространственное воображение. Как разместить наш довольно хитрый объемный телевизионный Scarp в двухместном родстере, как минимум пятую часть объема которого занимает двигатель? Благодаря тому, что у Boxster двигатель находится вот здесь, в базе, перед задней осью у него два багажника. Немножко вот здесь и побольше впереди. При этом машина нового поколения, как официально позиционируют ее немцы, выглядит чуть больше, чуть мускулистее, чем машина предыдущая. Однако, на самом деле, силовая структура кузова осталась прежней. Поэтому объем автомобиля, да и его габариты, практически не изменились. Так что, в этом смысле, если говорить о новом автомобиле, как автомобиле, нарисованном с чистого листа, то это не про Boxster. С другой стороны, у немцев все-таки есть какие-то основания называть эту машину действительно новой. И дело тут не только в некоторых стилистических изменениях, которые, в общем, видны невооруженным глазом. А, кстати, Boxster довольно емкий автомобиль. Вот с 911-й столько брахла не загрузишь. Ну, а из тех самых стилистических изменений подметим прежде всего новый бампер, новую светодиодную оптику впереди и новые фары головного света, двойные, вертикальные, стоящие друг над другом. Такой явный намек на гоночные спортпрототипы 60-х, 70-х, 80-х годов. Да и нынешние RS Spider, участвующие в American Le Mans Series, имеют очень похожее расположение фар. А сзади пара вахлопных патрубков и дефлекторы под бампером, тоже такие окологоночные намеки. Плюс ко всему, фонари задние стали светодиодными. Кстати, в системе этой выхлопной есть клапан, который открывает прямоток. Причем делать это можно принудительно нажатием кнопочки. Так, форсу ради, но звук действительно получается такой сочный, глубокий. Люди, которые занимались настройкой этого звука, провели время явно не зря и не зря получили свои кровные евро. Но звук этот, разумеется, лучше слушать с опущенным верхом. И хотя солнышко то появляется, то уходит за тучки, вообще здесь на границе тучи ходят хмуро. Но пока у нас будет возможность ехать с открытым верхом, крышу долой. Крыша съезжает. И съезжает по полной программе, потому что находимся мы на Сицилии, в том самом месте, где проходила знаменитая гонка Тарго Флорио. Длинные гонки по сельским дорожкам – изобретение не итальянское. Но именно Италия дала миру Милли Милли и Тарго Флорио. Милли, стартовав в 27-м, приказала жить еще в 57-м. Стало слишком опасно. А вот на сицилийской дорожке машинки впервые вышли в 906-м по инициативе местного богатея землевладельца Винчинцо Флорио. Потом трасса пять раз меняла конфигурацию, становилась короче. Но Тарго Флорио просуществовала аж до 1977-го года. И вот мы раздобыли такую вот ветхозаветную карту. Возможно, наши редакторы даже похитили ее из какой-нибудь частной коллекции музея. Так вот, это конфигурация гонки, начиная с 51-го года. То есть того самого периода, который наиболее нам интересен. Ведь именно тогда на эти узкие сицилийские, кстати, довольно неровные дорожки, и вышли автомобили Порше. После триумфа Умберто Майоли в 56-м на 550-м Спайдере стало ясно, что в Тарго Флорио выигрывает не мощнейший, а легчайший. Майоли заправлялся всего один раз. Потом были победы 781-го Спайдера. Мощности росли. А вот вес нет. Хороший пример – 908-я модель. При 650 килограммах веса мощность двигателя подбиралась 400 лошадиным силам. А максимальная скорость переваривала за 300 километров в час. Да, Тарго Флорио больше нет, а вот Спайдеры, слава богу, остались. Причем концептуально это все те же автомобили. Двигатели, расположенные посредине, обеспечивают практически идеальную развесовку, а значит и управляемость машины. На это работает и кокпит, расположенный тоже ровно посредине автомобиля. Низкий центр тяжести обеспечивают и подъедители пассажиры, сидящие практически на уровне пола. И оппозитный мотор, фишка Porsche, который тоже позволяет расположить двигатель максимально низко к полу автомобиля, а значит и к дороге. Другое дело, что те Спайдеры имели еще один плюс. Они были очень и очень легкими. 550-й весил 600 килограммов. Вы можете себе это представить. Конечно, современному автомобилю такое не снилось, потому что, во-первых, он должен быть безопасным, а в боксере нового модельного ряда есть даже подушки, защищающие голову. В этом смысле все очень хорошо продумано. А еще современный автомобиль куда менее спартанский. В новом боксере есть даже такая функция, как полностью вентилируемое теплым воздухом сиденье. Это не подогрев, это не тот воздушный шар, который ставится, например, на Мерседес СЛК, обдувающий только шею. Здесь теплым воздухом обдувается все тело пассажира. Это опция. К сожалению, на нашей машине такой опции нет. А поэтому солнышко вот скрылось за тучки. Надеемся, что не навсегда стало потихонечку холодать. Поэтому вентилятор нам максимум, температуру на максимум. Окна поднимать не хочется. Не хочется поднимать стекла. А на скорости больше 70-80 уже прилично задувает столо. Поэтому попробуем применить старый дедовский метод. Головные уборы. Раньше люди ездили в парусиновых шлемах. Сейчас попробуем на себя одеть кепочку. Цвета эта кепочка такого немножко странного. Может быть, кому-то покажется цвет подозрительным, но не подумайте ничего такого. Боксер – это по-прежнему настоящий мужской спайнер. Это прежде всего настоящее мужское железо. Кстати, к разговору о железе давно было пора к нему приступить. Объем оппозитной шестерки составляет 3,4 литра. Мощность – 310 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент – 360 ньютон-метров. Разгон с нуля до сотни занимает всего 5 секунд. Правда, при включенной системе лонж-контрол. Максимальная скорость подбирается к 275 километрам в час, а масса составляет всего 1355 килограмм. То, что электроника стала более интеллигентной, то, что она стала на первый взгляд чуть больше позволять водителю, это ощущение, безусловно, ошибочное. Просто она стала плавнее включаться в работу. Но, на самом деле, стоит только чуть-чуть перегнуть палку, как система моментально бьет тебя по рукам и вступает в дело. Эффективность, я повторюсь, вне всяких сомнений. Поэтому, если иметь голову на плечах, то шансы улететь в море или в виноградник становятся минимальны. Впрочем, не стоит полагать, что... При этом не стоит полагать, что боксер – это такая всепрощающая игрушка. А отнюдь это, на самом деле, очень серьезный автомобиль. Это аэропатизированная коробка PDK с возможностью ручного переключения на руле. В общем, все практически то же самое, плюс-минус, как у BMW с коробками SMG или у Volkswagen с коробками DSG. Пользователь никакой принципиальной разницы не заметит. Переключение происходит очень быстро, гораздо быстрее, естественно, чем на автомате. Даже если не пользоваться клавишами. Кстати, коробка – это то же самое, что стоит на Porsche 911. И PDK была представлена в 2008 году. И вот как быстро распространяются инновации. И как они становятся демократичнее, потому что это довольно сложный, дорогостоящий механизм стоит, в общем, на самой скромной в линейке всей компании автомобилей. Вслед за моделью 911 на Boxster тоже поставили подвеску с переменной жесткостью. Она может работать в автоматическом режиме, а можно управлять этим хозяйством вручную. Положение спорт – это действительно спорт, позволяющий проходить повороты на очень высокой скорости и удивительно четко позволяющий контролировать автомобиль, но вместе с тем вытрясающий всю душу. ТАРГО ФЛОРИО хотя говорят, что на этой трассе больше 900 поворотов. Но проехали прилично, проехали хорошо, в ударном темпе, вот только темнеет очень рано. Судя по машине, проехали мы эти километры не зря, потому что и на себе прочувствовали, что такое настоящие сицилийские дороги. Я думаю, прочувствовали, что такое обновленный Порше Бокстер. Вековая пыль сицилийских дорог осел на наших бортах. Кстати, и птички, птички тоже, тоже внесли свою лепту. А это говорят к деньгам. Вопрос, к каким деньгам? Потому что, если раньше за 2,5 миллиона можно было купить Бокс РС, то в новой эволюции, в новой ипостаси Боксера за 2,5 миллиона можно будет купить только обычный Бокстер. А вот Бокстер РС будет стоить уже 2,7 миллиона это приличные деньги. Но столько стоит источник удовольствия, ни больше, ни меньше. Вы знаете, в свое время эта машина действительно спасла концерн от разорения, спасла концерн от банкротства. Это был такой простой и относительно дешевый выход из ситуации, который сразу полюбился Маслова в лучшие годы их продавалось по 27 тысяч машин, что, в общем, это очень серьезная цифра для такого низшего продукта. А вот сейчас он похож на героя, который от своей славы немножечко забурел. В нем появилась буржуазность. Причем такая буржуазность не активная, а сытая. С другой стороны, наверное, и те самые молодые и состоятельные, на которых рассчитан бокстер, тоже стали еще более буржуазны и еще более сыты, поэтому изменения эти происходят параллельно, они весьма органичны. Но, честно говоря, очень не хватает сейчас какого-нибудь совсем простого, возможно, лишенного всех этих электронных чудес автомобиля, который бы действительно позволил вернуться нам в те далекие 50-е, 60-е и начало 70-х. Но мы имеем то, что имеем и, поверьте, в одном из самых достойных проявлений реализации возможностей автомобиля для получения кайфа от каждого метра пройденного пути, от каждой секунды, проведенной за рулем. А иного сегодня просто не допустят ни дорожная полиция, ни эксперты по безопасности, ни экологи. Хотя, как знать, может быть, пройдет лет 50 и нынешний Porsche Boxster кому-нибудь будет казаться уже неприлично агрессивным, неприлично аскетичным. И столь чемячий напоминающим о тех временах, когда отцы и деды были молоды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА